друзья мои мы рады вас приветствовать нашей студии сегодня у нас очень интересная встреча встреча с сибирским старцем ну извини александр так мы себя называем в обиходе скажем так у тебя кличка такая хорошие в смысле слова то есть ты сибирский старец как говорят в определенных местах кликуха у него такая да 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 с александром викторовичем кошанским саш добрый вечер мы рады тебя видеть давно не виделись на самом деле и первый вопрос который бы я хотел задать он касается вот недавнего нашего эфира с Ириной Константиновной Мухиной ты ее хорошо знаешь она говорила там вообще-то о таких достаточно важных вещах о мировом разуме в какой-то степени вот этом самом искусственном интеллекте с точки зрения домохозяек на нее было так называть но она при этом ссылалась общество в какой-то степени на всяком случае а отсылала наших слушателей к твоему понятию скажем так или твоему видению мироздания в виде такого древа жизни вот если можем на эту тему по подробностям поговорили бы что же все таки это за древо жизни как ты себе его видишь если можно ли это считать неким прообразом того будущего которое будет но и настоящего безусловно да и прошлого поскольку там мы в корни уходим тоже вот дорогие слушатели сегодня мы поговорим о древе жизни кошанского александр все слово спасибо с ангаруныч ну да с Ириной константиновной мы знакомы вот уже больше года сотрудничаем плодотворно спасибо что так сказать вспоминает добрым словом действительно очень интересное сотрудничество и надеюсь что она будет продолжаться что касается древа жизни людям для того чтобы представлять сразу сложные вещи нужны образы есть такая система пирамида типов мышления значит начинается на сенсомоторного мышления увидел отпрыгнула ну то есть самое простейшего и вот где-то на шестом на седьмом уровне там градации и мы сейчас не будем об этом говорить подробно включается так называемая визе визиологическое мышление которое позволяет человеку мыслить в образах логически вот этим мышлением обладает очень немногие люди развиты ну это вот выдающиеся многие ученые физики которые которым приходят образы то менделееву придет образ то полюдераку то энштейну так сказать и вот им все вдруг становится ясно у них она очень развита но и многим людям но очень многим вот это тоже ощущение мышление знакомы вот не знал не знал ничего потом вдруг представил и все ему стало ясно вот узнала как она на самом деле то происходит вот древо жизни это образ образ мироздания который позволяет представить мир все мироздание именно в таком образе простейшим и понятно только требующим расшифровки ну существует несколько фракталов этого древа жизни которые разные разные аспекты бытия что ли выражают есть древо жизни человека есть древо жизни мира или мировое дерево вот есть древо жизни общество суть древо как вот содержательная часть очень просто вселенная вообще мир мироздания представляет собой функциональную систему которая выражается в этом дереве что такое функциональная система для тех кто не знает это система имеющая все внутреннее устройство всю систему законов нацеленных к определенной цели какой-то ну вот дерево жизни она и выражает эту функциональную систему то есть дерево начинается из семечка растет растет как можно выше для того чтобы поддерживать вот свою жизнедеятельность и достигать там результата результат его это вот пробиться к солнцу и дать плоды так и дерево жизни человеческой цивилизации если говорить о нем то значит и земля из которой растет куда падает эта семечка семечка божественного допустим скажем так замысла это мать природа земля материя мать материя чувствуете да вот брошена до семечка начинает расти корневая система дерево это история как сказать от развития жизни то есть из из неживой материи который представляет собой земля вот семечка это возникла жизнь и корневая система это все то что было до человека включительно ствол этого дерева древа жизни это род человеческий homo sapiens он же един кто бы что не говорил ну у нас у всех дина тип дина дина код то одинаковый то есть там отличие в цвете кожи в там способностях каких-то там может быть разнонаправленного мышления там цвет глаз форма ушей этот настолько ничтожные отличие что но никто ни один серьезный человек хоть чуть-чуть знакомый наук с наукой да и со здравым смыслом не может сказать что человеческий род это вот он отличается там друг от друга принципиально там люди как-то с точки зрения генетики и с точки зрения эволюции мы ничем друг от друга почти не отличаемся людьми разных рас народов и тогда вот поэтому вот ствол это род homo sapiens ветви это народы ну а листья люди это вот один формат древо жизни то есть древо жизни растет тянется к солнцу к свету а свет это идеальный отец который бросил семечко это называйте как хотите значит это идеальное начало мира абсолютный дух бог брахман дао значит законы мироздания там буддизме и так далее и так далее там все что угодно в общем это идеальное начало ну и что можно сказать что если это древо жизни отрывает от солнечного солнечного света она теряет цели полагания пуша дерево всегда растет к вверх солнце она теряет возможность жить но вот что нужно чтобы убить дерево там корни ему подсечь то есть прервать связь с природой да это можно так вот бери лопату бери топор подрубай подрубишься корни ли на лету до кислоты серные знаете там или чего-нибудь корневая система гибнет и дерево жизни гибнет ну что такое кислота чтобы за подрубать корни это связь с прошлым с природой с предками и все такое но если другой способ угробить это дерево жизни закрыть свет солнце под черный полок его вот нету солнца вот отгородить каким-то образом это тоже несложно таксать немножко напрягая воображение как это делать ну дерево без света какое-то время будет жить вот но постепенно она перестанет быть живым организм она за 100 засохнет и превратится вот мне слово это не нравится на его применю в чурку черти этот эти люди так сказать это человечество которое не имеет связи с солнечным светом она может только гореть уже внутренним огнем но развиваться и созидать себя она уже не может это только иллюзии вот ну и что еще это если я рассказываю древо жизни человечества продолжая интерпретировать эту модель что древо жизни она действительно она и растет и горит одновременно то есть рост этого созидания себя самой а горение это как это трата энергии на разные там важные вещи связаны это затратами на научно-технический прогресс на мужчина должно давать тепло вот от которого вот этот пассионарную энергию от которого там движется механизм общественного развития научного и так далее и очень важно чтобы вот это горение и рост они были в балансе это и есть одно из выражений гармонии вот такая модель ну это не я придумал вот я очень часто об этом говорю и не устаю это не не кошанский придумал взял первый это модель она да я сейчас рассказал о древе жизни мировом но это то же самое можно сказать о человеке человек имеет корни его это предки связь с родной землей ствол это тело ветви это душа его сознание духа это вот его связь с духовным миром с богом этот листва кроны то же самое это фрактал общество если говорить о корне тоже эта история и это значит связь с прошлым с предками ствол это экономика ветви это образование которое мышление настраивает а кроны это культура и религия вот отсетите вот у дерева ветки отсетите у него крону не дайте им расти все общество гибнет понимаете если все нормально вот у нее у него и корни и ствол ветви общество растет все прекрасно то есть это именно тот фрактала которого там многие говорят он выражается вот фрактально сидели но это не я приду значит об этом вот есть множество ну во-первых мировое дыре дерево древо жизни это самый распространенный архетип мифологии она есть у всех практически народов мир и неспроста и везде она выражает собой мироздание вот это везде она выражает собой связь между небом и землей в виде вот эволюции и рода человеческого и человека каждого каждый человек это связь матери земли с отцом небом так сказать можно сказать вот каждый каждый человек древо жизни вот и и библия то есть ну впервые господь говорил там через ангелы лесам с моисеем из неополимой купины горящего пуста горящего дерева чего ему вздумалось ему говорить именно из неополимой купины ну вот вам намек вот это вся вот и твоя суть моисея вот и суть твоего народа вот и суть всего человечества это не ополимой купин вот поэтому я значит господь бог су я сущен взялся с тобой говорить из этого куста потом минора иерусалимского храма там всего-то в этой в стене и завета стоит предметов то всего ничего это минора потом этот стол хлеба преломление где и ковчег завета все ну вот один из трех предметов это минора которую надо заправлять это это лампада с семью рожками семеро школы которые надо заправлять маслом специальными которая должна гореть постоянно горя а там листочки все такое это дерево то есть это подробнейшим образом второе все описано вот и целая глава тары значит о том как это как это дерево устроен никто долго даже трактовок не так уж и много это вся суть человеческой природы и человечество в этой миноре понимаете отображена но это второе свете в каране сура свет знаменитый аллах есть свет земли и небо и там вот тоже аят великолепно очень поэтичный что вот хрустальной такой нише стоит оливка лампада и там вот оливковое дерево которое не горит постоянно там круги вот так вот от него исходит этого света сияние опять же тоже самое оливковое дерево которое постоянно и и растет и горит поэтому но это не все еще есть и другие если такие наиболее известные ярки то есть с одной стороны это наиболее такая простая и наглядная модель эволюционирующего мира как функциональной системы стремящийся от земли к небу с другой стороны это мифологический образ очень яркий а с третьей стороны я еще вот они не говорил сейчас два слова скажу это руководство к действию то есть вот ты хочешь быть счастливым гармоничным значит выращивать древо своей жизни хочет общество быть счастливым и гармоничным и соответствовать божественному замыслу выращивать древо жизни этого общества хочет человечество быть счастливым гармоничным и соединять с собой небо и землю выращивать древо жизни человеческой цивилизации Поэтому мы и назвали методологию формирования гармоничного человека, гармоничного общества и гармоничного человечества древа жизни. То есть это методология. Наметки, которые в образной форме я сейчас изложил, но это все раскладывается и подробным образом должно разъясняться уже в конкретных методиках, правилах, как надо жить, чтобы выращивать свое древо, чтобы оно не вяло, чтобы приносило плоды и так далее. Вот, пожалуй, и хватит рассказывать о древе жизни. Не знаю, понятно ли я все изложил. Но если нет, то задавайте вопросы. Ты все изложил понятно. Спасибо большое. У меня с этим есть вопросы по древу жизни. Ну, ты говоришь, что там человек должен выращивать древо жизни. Там общество, если он хочет жить в гармонии, древо своей жизни, ну, общество должно выращивать. А человеческая цивилизация, соответственно, древо вот этой самой жизни человеческой цивилизации. Ну, смотри, если мы возьмем отдельное дерево, вот мы же не наблюдаем в нем там войны между, скажем так, отдельными ветками или отдельными листиками. Они же между собой все не воюют. Они как-то в гармонии все развиваются. И поэтому, если, в принципе, от него не заслонять свет и не рубить ему корни, то оно вроде как растет. Мы же здесь наблюдаем совершенно иную ситуацию. Но я не буду сейчас про человека, хотя и у человека внутри него, даже лично в каждом человеке, при выращивании вот этого самого древа жизни своей собственной какой-то, скажем так, личностной истории или своего личного там какого-то там типа, ну, есть противоречия. Да, человек, ты сам знаешь, внутри себя он воюет. Хорошее начало, дерется, значит, этим плохим началом и не всегда побеждает именно то хорошее, которое ведет к этому самому свету. Внутри государства понятно, но самое ужасное, что в человеческой цивилизации, мы можем это наблюдать в настоящее время, идут какие-то самоуничтожающие процессы. И эти процессы, возвращаясь к твоему тезису про альфа и омега цивилизацию, значит, эти вот альфа и омега пути, которые... Глобализацию. Да, глобализацию, да, которую ты определил в своей книге. И вот в настоящее время потом вообще есть возможность исправить, скажем так, вот это дерево, потому что оно вот это общечеловеческое цивилизационное дерево, оно пошло расти куда-то совершенно в сторону. В сторону, наверное, вот этой вот самой, да, вот омега, да, у тебя цивилизация, которая плохая. Нет, в сторону альфа, да. Да, по пути альфа. Да, по пути. И что же нужно было бы сделать, чтобы все-таки, ну, ты знаешь, да, селекционер обычно вмешивается, когда дерево не так растет, там что-то там, что-то отрезал, там что-то привил, куда-то направил, какую-то подпорочку поставил, и, глядишь, дерево опять выпрямилось, и пошло расти дальше. Я отвечу на ваш вопрос опять с позиции модели, потому что модель же должна объяснять явление, иначе что это за модель, да? Да. Вот альфа-глобализация – это путь постепенного прекращения общения между человеком и человеческой цивилизацией, общей человеческой культурой с источником света. Это происходит тогда, когда листья дерева перестают поглощать, иметь возможность поглощать свет истины, свет божественной энергии, свет там, ну, это метафизические понятия. Но если по-простому, если рвется, прерывается связь человека, его сознание, его, значит, интуиции, все с божественным началом, будем так говорить, потому что большинство наших слушателей русскоязычные, для них все-таки Бог там на небе, скажем. Вот с источником жизни, когда эта связь рвется, да, прекращается процесс, у дерева, если это происходит, прекращается процесс фотосинтеза, и оно начинает засыхать. Вот, засыхая, оно начинает гореть, горение – это вот выделение там энергии всевозможной, значит, ненужной в том числе. Ну, горит дерево, вот горит, оно само себя губит, понимаете, оно горит-то постоянно, но оно уже не растет, а только горит. Вот сейчас, в результате альфа-цивилизации, глобализации, значит, сделано все для того, чтобы процесс связи между человеком, обществом и сакральным, так сказать, небесным началом жизни был затруднен, прервался, искажен, вот, строятся всякие этому препоны там разного рода, разного, сейчас не будем уточнять, какие, вот, и начинается активный процесс горения без восстановления. Самым простым образом это выглядит в том, что там, где эта связь рвется, резко сокращается рождаемость, просто-напросто, ну, люди перестают воспроизводить сами себя. Вот, и это все обрекается там формой разнообразной, которая поощряет этот процесс, ну, тут много можно говорить, тоже не будем встанавливать, все знают. Вот это простейшее, вот это горение, это выделение ненависти, пассионарности в виде взаимной ненависти, когда ненависти достаточно, а сдерживающих факторов нет. Вот идет накопление этой вот злобы взаимной, недовольства и так далее, и так далее. Значит, что выражается в конфликтности очень большой, межнациональной, классовой, межконфессиональной, любой, любой. Вот, если есть чему горит, все горит, сейчас я закончу, а то в смысле собьюсь, и не восстанавливается. Значит, теперь далее, как этот процесс прекратить? Это надо восстанавливать цели и полагания правильные, то есть оно начинается с установления связи между человеком и небом, только не псевдо, а истиной по совести, чтобы она была, значит, чтобы человек чувствовал стыд. Вот отсутствие стыда и совести – это первый признак, такой самый банальный, понятный, что у человека этой связи уже нет. Как выскочил на алтарь, значит, там поплясать, ну вот все уже. Это само по себе не значит ничего, кроме того, что у этого человека полностью искажено цель и полагание, что он уже горит, но совершенно не растет. Ну и вот, а для того, чтобы эта связь укреплялась, нужно заниматься собой, своей головой, повышением осознанности, своим мозгом. Вот Чагин об этом хорошо говорил, что самая трудная задача – это налащивать там слои, нейроны, чтобы шевелить. Это все опять же об этом. А это целая государственная программа, это целая политика и образование, и культура, и личного развития, и всего-всего-всего. Это, ну как сказать, это образ жизни, в конце концов. Вот сейчас образ жизни доминирует в развитых странах на самоуничтожении. Горит больше, чем растет. И весь этот прогресс, поэтому он эфемерный. То есть он в конечном итоге приведет к сгоранию этого древа жизни. Ну вот я использовал именно образ исключительно для того, чтобы показать. Об этом можно говорить в научных терминах. Можно писать длинные статьи, а я за пять минут использую этот образ, который ранее. Да, Владимир, вы хотели что-то спросить, по-моему. Да, я хотел спросить, тоже не буду там научными терминами, а наоборот на французском языке. Вот модель понятна, каждый должен вырастить древо своей жизни. Теоретически все понятно, вот это и есть цель и полагание. Но мы видим, что три инстинкта, которые доминируют вообще на нашей планете, практически у всех, их основные три – это хап-хап, ням-ням и трах-трах. Что делать практически нам, людям, обычным? Что на этой земле практически? То есть теория понятна, а практика какая? Вот, к примеру, православное монашество с этими тремя инстинктами, оно борется конкретно, практически. Берет, значит, три обета. Первый – нестяжание, отказ от всего имущества. Второй – непрелюбодеяние, отказ общения, так сказать, с противоположным полом. И третий – невкушение мясной пищи. А нам-то что делать? Вот нам с Александром Городовичем, как древо своей жизни, как полюбить ближнего-ближнего. Ближнего-ближнего, вот этого ближнего-ближнего. Не ближнего Данева, который в Африке там чем-то, я не знаю, занимается. Ближнего Данева мы с Александром Городовичем любим. А здесь ближнего-ближнего, ближнего, ближнего. Как нам полюбить? Ну, фамилии сейчас на ночь глядя не буду называть. Вы уже догадались, о ком идет речь. К примеру. Я вот не призываю никого вот так вот любить, потому что я, знаете, непроповедный. Саша, что нам делать практика, что нам делать с Александром Городовичем? Как древо своей жизни. Я сейчас, вот вопрос, между прочим, это очень сложный. Я мог бы сейчас легко отделаться. Вот читай 10 заповедей, там все написано. Исполняй. Вот с утра прочитай, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Почитай родителей. Зачем нам ветхозаветные заповеди? Это мы можем вон... Новозаветные читай. Как сказано, там ничего не отрицает, но к тому же еще... Позвольте, 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 я закончу. Я этого вам сейчас не говорю. Вот чтобы не прослыть тут среди слушателей вот таким, значит, человеком, который там банальщиной занимается. На самом деле, я скажу немножко по-другому. Вот я недавно посмотрел фильм, ну и пересмотрел второй раз, Андрея Кончаловского «Грех». Если не смотрели, обязательно посмотрите, а Метеланджело. И вот Метеланджело, он тоже вот мучается там вопросом вот этой, о правильной жизни. Он творит прекрасное. Вот и что мне делать? Я вот все никак хотел прославить Бога, а прославил только человека. Вот что ж такое, значит, что мне делать? И к Данте он все обращается. И вот в тяжелейший момент его жизни является Данте и говорит одно слово. И я его вам скажу, слушай. Слушай. Что слушает? Слушай свое сердце. Слушай Господа Бога. Пребывай в тишине, наконец, со своими мыслями. Посещай сакральные места. И если будешь слушать, ты найдешь персональное решение тех проблем, которые у каждого, безусловно, свои. Будешь слушать. Своё сердце. Будешь его развивать. Будешь. Услышишь этот вот голос. Ну вот и найдешь решение. Это путь. И он непростой. И вот фильм... Ну это моя трактовка. Может быть, что-то я тут... Ну вот я считаю так. И в конце фильмом идет счастливый Микеланджело и несет модель этого. Собора Святого Петра. Он же стал под конец жизни архитектором его. Он стал создавать храм, в котором люди будут молиться. Бог. И он такой счастливый. Он идет сияющий. То есть он нашел завершение. Он использовал талант свой для того, чтобы создать место, где будут люди молиться. Поэтому, друзья мои, слушайте. Это вот, пожалуй, такое самое краткое вам мое напутствие. А ты, скажи, слушай, а я слушаю. Понимаешь? Но мне проще, чем вам. Потому что я смехом действительно нахожусь в уединении много лет. И мне это проще. И кое-что я услышу. Понимаете? То есть это действительно... Я не хожу на коучинги. Я вот особо не злоупотребляю. Прости ты меня, Господи. Чтение там текстов каких-то вот священных. Хотя вы знаете, что я их знаю. И читал. Могу корректовать. В меру своих... Не в этом дело. А вот слушать небо, слушать землю, слушать ближнего. Александр, тогда задам тот же вопрос в другой трактовке. Вопрос этот же самый. Скажи, пожалуйста, человек, каждый, может древо своей жизни вырастить без помощи небесной канцелярии или не может? Нет, конечно. Потому что древо не растет без света небесного. Для того, чтобы выращивать древо своей жизни, человек должен наладить отношения, так сказать, вот с этим. То есть, вот внимание, это важный момент. Вот солнце светит для всех. Оно светит для всех. Веришь ты в то, что оно светит? Не верь оно всем. Как это в религиозных текстах, там некоторых людей говорится, вот Бог любит всех, вот Он всех освещает. Вопрос в другом. А ты-то хочешь этот свет получать? Ты-то вот, значит, открыт ли для него? Ты-то слушаешь его? Ты-то внимаешь ему? И тут вопрос ведь не в религиозности прямой. Это не значит, что вот иди там православие, там ислам, там иудаизм, буддизм, там медитируй, все. Речь о том, что если уж ты взялся древо в жизни выращивать, то слушай, действительно, предков-то не забывай, это ж корни твои. Ну как ты будешь его выращивать? Модилу убери, сходи, значит, поклонись, съези в деревню, где твои предки там вот жили, в родовое гнездо, почитай русскую классическую там или армянскую, или кто-то там, еврейскую классическую литературу, корни, корни, значит, потом дальше что? Что здоровьем надо заниматься, то есть ствол свое дерево, ну что, ну не пей ты больше 150, не кури, по возможности, по пачке в день, да, и так далее, и так далее, значит, занимайся там своим спортом, там, в меру и все такое. Ветви, ветви, это образование, это твоя душа, мышление, тренируй голову, она тебе не шапку же носит, да, ну и листва, это вот связь с небом, без которого вообще расти ничего не будет. Все это, всему этому надо с детских лет учить. Ребеночек, дедский садик пошел, он уже должен знать, что ему надо быть, чтобы стать личностью. Вот ведь сказано тоже, значит, в священных текстах, что за четыре поколения, там, вот, я не помню где, можно поискать, если вот ты теряешь свет, связь с этим, то за четыре поколения и человек, и урод уничтожается, и страна уничтожается, четыре поколения. А если он этот свет воспринимает, то на тысячи поколений, там, на тысячи, там, как-то так, в общем, благословение в этой вне. То есть источник света очень мощный, но не надо его отворачиваться. А отворачивается, это просто его отрицать. То есть у человека есть такая, вот, свет-то дается, но воспринимать мне его или нет, это уже мое решение. Мое. А для этого нужна тишина и первейшая запах, первейшая вторая. Ну, это наиболее такой, значит, один из наиболее авторитетных источников. Что? Соблюдай день субботний, вот ты шесть дней отпахал, а на седьмой, вот ты не работай, не гори, а только сиди и медитируй, там, молись, думай о всем светлом, все такое, чтобы ты восстановился. У нас сейчас кто? Что там? В церковь кто ходит или на природу ходит или что-то слушает? Нет, мы оттусовались в ночном клубе, потом опохмелились, так сказать, и все, а потом опять на работу. И думаете, вы счастье на этом пути люди найдете? Да вы совсем по-другому устроены. Вам кто сказал, что этот путь ведет счастье? Это против человеческой природы. Это вообще, а потом коучи начинают учить, как вот в этой ситуации стресса, вот он должен жить. Да никак. Понимаете, это все никого никуда не приведет, потому что исходит из неверной картины мира, из неверных представлений о человеке. И то же самое можно говорить и об обществе, и о цивилизации мировой в целом. То есть, если альфа-глобализация – это постепенное зачернение листвы и горение, флот до ядерной войны, ничего угодно, до ненависти всего вообще, взаимоуничтожающей, вот, это древо мировой цивилизации, то омега-глобализация – это разумное сочетание горения и роста. То есть, в этом есть и мудрость, и разумность, как раз и власти, и каждого человека. Шесть дней отпахал – иди седьмой день посвящай слушанию. Иди слушай самого себя, Господа, Бога и все. Это все образ жизни, друзья. Это, который там впитан, который есть в каждой мировой традиции, в каждой национальной традиции. Просто нас, как сказать, повычертивали все это, значит, порастоптали в погоне за прибылью, за успехом. Ну и лишили счастья и будущего, на самом деле. Теперь еще важный вопрос, Александр Горунович его задал, что вот дерево-то внутри себя не дерется, это же единый организм, а люди-то дерутся, это как все получается. Ну вот, я сейчас отвлекусь от образа дерева. Борьба – это горение сверх наращивания модели дерева. А в модели эволюции всей – это можно так сказать лозунгом одним. Вот вся эволюция – это закон развития. Я считаю, более глубокий, чем диалектика. Он гласит, вот как. Из одного разное, из разного гармония, из гармонии целое. Вот для того, чтобы эволюция шла, сначала из одного, ну то есть одного образа, одного источника, ну ясно какого, значит, получается разное. Ну, если говорить о человечестве, это разные народы. Разные народы, разные культуры, разные языки, все разное. Вот разное. Потом люди, осознав, что они часть единого целого, древо жизни должны наладить гармонию, не сливаясь, не превращаясь в одно, как-то вот сразу, не унифицируясь. А они должны осознать действительно вот эту модель, ну, может, примерно такую, чтобы стать гармоничными, наладить гармоничное взаимодействие. И потом, если эта гармония будет налажена, из этого опять должно образоваться единое целое человечество. Уже там, это отдельная песня. Ну, так вот, теперь мы переходим к конкретным вещам совершенно. Вот сейчас, вот этот 20-й год, да и же предыдущие уже, видите, вот такая вот тряска. Вот все как-то вот тут, ну, должна была быть война, слава богу, ее нету, не состоялось там, пророчества некоторые не сбылись, битва конца, значит, не произошла. Ну, вместо битвы конца вам ковид в награду за ваши деяния. Ну, почти война, скажем. По накалу психоза, так сказать, вполне себе. Вот, то есть это свидетельство того, что вот этот этап из одного разного заканчивается, и сейчас выход один. Или вы, друзья мои, значит, будете налаживать гармонию, каким образом это отдельная песня, не будем обсуждать, и что это такое, как, не будем. Это другая парадигма жизнедеятельности, это все по-другому. Это другая экономика, это другие социальные отношения, которые ведут гармонии между людьми, между человечеством, человеком и природой, между человеком и небом, и все такое. Вот. Или если вы не хотите и будете продолжать конкурировать, ну, горите вы синим пламенем, так сказать, и отвернусь, и сгорите вы сами, значит, и горите дальше. Все очень просто. И вот этот кризис, о нем говорили многие люди, осведомленные, и не очень, вот, с разных точек зрения. Вот этот кризис сейчас разгорается. Или мы перейдем все вместе в выращивание древа жизни, и будем из разного делать гармонию для начала, искать пути к этому, или горите вы все синим пламенем, скажет создатель, там, как бы вы его не представляли. Вот. Не хотите задачу, поставленную перед вами, утверждать красоту, гармонию в мире? Уст, как это? Осуществление красоты. Не хотите делать это у Лосского, русского философа, такой замечательный, но это не только он. Говорят, ну, и горите синим пламенем. Вот и весь, говорю, поэтому, вот есть эта альфа-глобализация, зачернение, вот это вот весь этот либерализм, я не весь либерализм окрещаю, для меня это совсем не отрицательное понятие, кстати, господа, товарищи. А вот этот вот постмодерновый постлиберализм, который позволяет людям прыгать на алтарях, и этот Шарли Эбдо вот за доблесть, значит, за доблесть, надругательство над святынями, так сказать, возводит это вот мое право, а обязанности твои где? Вот хочется сказать русское матерное слово в определении. Ты кто такой, понимаешь, чтобы поднимать руку и свое поганое перо над законами мироздания? Тварь ты дрожащая, вот ты кто? И права у тебя на это никакого нет. Вот это я прямо... Вот транслируйте это главному редактору Шарли Эбдо. Мне не страшно. Я могу сказать это ее в глаза. Вот. Тварь дрожащая. А дрожи, вот у них такая пакостность, так сказать, льется. Ну, потому что люди вообще не понимают ни предназначения человека, ни предназначения человечества. Они возгордились своей мелочной, пакостной гордости. И теперь сеют раздор, сеют вот этот пожар, вот этот вот, чтобы дерево горело. Ну, если говорить в терминах мифологии, кому они служат? Кто разделяет, чтобы властвовать? Кто у нас главный разделитель? Ну-ка. Ну, знаете, Ди, А. Все, не будем дальше говорить. Так что вот вам и модель, вот вам и выбор, вот вам и путь. Ну, а как этот образ реализовать на практике? Ну, это серьезная работа, требующая больших затрат энергии, больших усилий воли. А это трудно. А это не надо пить. А это не надо тусоваться. А это надо барахла меньше ненужного покупать. А это надо трудиться. А это надо. А это надо. А это надо. А где же радость жизни? А где же, так сказать, оттянуться за пивком? Так вот, надо кран-то тут закручивать. А это никому не хочется. А еще на то, чтобы кран не закручивался, чтобы горели все ясным пламенем, так сказать, не восстанавливая себя. Какая вам там суббота? Какое там воскресенье? Какие там занятия с детьми, и когда хочется потусоваться? Но тем самым разрушается и человек, и общество, и человечество. Вот я ведь, смотрите, я ведь никого не пугаю. Я просто показываю на образе модели древа жизни, которая известна уже больше, чем пять тысяч лет. Ну, всю письменную историю. Как это все устроено. И которые вам буквально носом тыкали, как это у нас один деятель, пальцем показывали во всех священных писаниях. Вот как оно устроено, это все. Вот откуда я вам с вами буду говорить. Вот что я вам поставил в стенею завета. Вот что я вам псорито напишу. А вы чего? А мы ничего. Мы минору маслом священным своим не заправляем. Горим и радуемся. Ну и горите. Но мне так не хочется. Вот поэтому я здесь и пытаюсь, так сказать, это рассказать. Вот такая у меня модель мироздания. Надо вырастить, Александр Горозович, нам все вместе. Древо человеческой цивилизации от земли до неба. Там хорошо. Там гармония. Там птички поют. Там радость. Там блаженство. Там все есть. Там человек не теряет своей сути человеческой. Там и любовь. И секс там есть. И все там нормально. Там вкусно можно покушать. И все это вот здесь, на этой земле, это никакой не рай, а просто нормальное человеческое общество. Ну, золотой век. Можно так сказать. Золотой век будущего. Когда это будет, это зависит только от человека. Вот эта модель достижения с древовой жизни, она показывает, что расти можно и нужно. Дерево пока живет, растет. Оно может расти очень долго, если не бесконечно. Только надо знать законы, как оно растет, и быть нормальными садовниками, там, выращивателями вот этого дерева. Просто каждому и всем вместе. Надо и о себе заботиться, и в обществе должны быть другие законы. И если конкуренция и рыночная экономика это эпоха из одного разная, то такая новая, плановая, но это совершенно не советская плановая экономика. И вот сотрудничество и внесение в экономику такого проектности определенной, это как раз из разного гармония. Ну, давайте не будем сегодня об экономике, потому что об этом лучше говорить с экономистами. Действительно, есть у нас люди, которые могут об этом рассказать лучше. То есть, экономика далеко не все определяет, это одна треть, это только ствол. Он тоже без ветвей и листвы не растет, этот ствол. Ничего он так вот уж не определяет сам по себе. Корни еще есть и так далее. Но экономике тоже надо меняться. системы денежных отношений и всему-всему. И вот этот вопрос, это условие, это все поставлено сейчас ребром. Ну, мне кажется, что это многие понимают, а многие не понимают. Вот демократическая партия США, по-моему, этого не понимает. Ну, как мне ее через наш ящик там. Может, там как-то они и по-другому еще говорят. Я всегда очень осторожен в оценках, потому что у меня источник информации телеящик, ну, интернет еще. А что там? Это же невозможно понять, на самом деле, что происходит, смотря телевизор и читая интернет. Просто уже невозможно. Поэтому я осторожен. Трамп белый, а демократы черные или там наоборот. Но, тем не менее, вот, у меня так ощущение создается, что они неправы ведут не туда. Это если говорить о Западе. Ну, а про нас я вообще бы промолчал сегодня. Александр Горонович, у нас время истекло. Это первое. Я верю. Второе. Второе. Вот из того, что мы услышали, вот вопрос просто сам собой напрашивается, но я предлагаю его сейчас просто обозначить, а в следующую, так сказать, встречу с Александром Викторовичем Кашанским его и обсудить. Вопрос простой в формулировке. Ответ на него, ну, может быть, Александр Викторович знает, а почему же Творец не создал-то нас уже пророщными с этим древом жизни, уже, так сказать, единое целое, чтобы нам не нужно было проходить этот путь, гармония, потом эта гармония во что-то целое. Почему? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, мы в следующий раз, Александр, ну, уже... Вообще-то я особо не стремлюсь его отвечать, пусть каждый подумает домашнее задание, так сказать. А вот это будет домашнее задание для слушателей, каждый подумает, а мы где-то, наверное, через дни 10 Саша опять встречусь с Александром Викторовичем, мы как раз по этому поводу и поговорим. Ну, я хотел бы сказать большое спасибо раз, и рад был видеть, и тема, на самом деле, такая эпохальная у нас, вот если удуматься. Но я хотел бы сказать, что вот, вот это есть о том, что, ну вот, чтобы там вместе, чтобы в сотворчестве, чтобы как садовники, не хочу хвастаться, мне кажется, что школа здравосмысл, может быть, не все шествующие, но во всяком случае, этим путем идет. То, что мы пытаемся сделать на нашей, это небольшое, скажем так, конечно, мировом масштабе площадки, то есть, это вот все на это и нацелено, да, то, чтобы было сотворчество, чтобы собирались люди, чтобы они об этом думали, чтобы они в этом направлении что-то, скажем так, делали, если каждому удастся хотя бы в какой-то степени вырастить свое собственное дерево и может быть помочь вырастить дерево, которое рядом, глядишь, оно ситуацию как-то и переломит. Спасибо большое, Саша, спасибо большое, Владимир Викторович, за этот эфир, спасибо большое, слушатели школы здравосмыслов, не забывайте подписываться на наш канал, тем самым вы нам будете просто помогать, прежде всего морально, и мы сможем в конечном итоге тогда и в дальнейшем встречаться на нашей площадке с такими замечательными людьми, как Александр Викторович Кашанский. Всем всего доброго, до свидания, счастливо. До свидания. До свидания.